Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжение восходящего тренда и уже по текущей ситуации, которую мы можем отследить. Сегодня мы видим, что евро обновляют локальный максимум. Фактически сегодня доходили до отметки 1.11.21 и на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Напомню, после начала сформированного фигуры на разворот, который мы видели 11 мая, прошло уже порядка 260 пунктов с момента начала данного движения. Была взята первая цель, это область 1.10 и, соответственно, на текущий момент тенденция на укрепление продолжается. Безусловно, чем дольше идет тренд без коррекции, тем более вероятно эта коррекция становится. Поэтому здесь с парой евро-доллар нужно быть в этом отношении предельно аккуратным, потому что в ближайшей перспективе коррекция может произойти. Пара британский фунт, американский доллар также на текущий момент остается в восходящем тренде на текущий момент, но движение не такое сильно, как по паре евро-доллар. Ближайшая цель в области 1.29.76 пока еще не взята, но и в том числе не обновлен локальный минимум в области 1.28, минимум 12 мая. Поэтому на текущий момент пара британский фунт, американский доллар также остается в восходящем тренде, по крайней мере, до тех пор, пока не ушли ниже отметки 1.28.43. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свои коррекционные восходящие движения и на текущий момент мы видим, что вчера не был обновлен максимум 15 числа, максимум понедельника, поэтому на текущий момент мы видим некоторое замедление в коррекционном движении. Поэтому здесь важно обратить внимание на уровень 73.80, после преодоления которого мы можем говорить уже о продолжении нисходящего тренда по паре австралийский доллар на американский доллар. То есть это будет означать, что тенденция на краткосрочном временном промежутке начинает выстраиваться в сторону более крупного. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свои коррекционные нисходящие движения, пока все-таки это коррекция движения вниз в рамках более крупного таймфрейма и ближайший разворотный уровень находится на отметке 1.36 максимум, который был зафиксирован вчера, так как вчера мы также видели и обновление минимума понедельника. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление также сохраняется. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение. Уже прошли порядка 150 пунктов с момента его начала. И на текущий момент ближайший разворотный уровень уже мы можем отметить на максимуме, который был также зафиксирован в понедельник в области 113.86. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление американского доллара по отношению к японской иене также остается в приоритете по данной паре. Еврофунд благодаря достаточно сильному укреплению евро продолжает свои восходящие движения. Сегодня дошли уже до отметки 86.13 и на текущий момент сохранение тенденции на укрепление евро в данной валютной паре также мы видим. Ближайший коррекционный уровень по данной паре пока остается на уровне минимума понедельника в области 84.55. Индекс DAX после того как подошел к уровню сопротивления, то что мы видели вчера во второй половине торговой сессии, доходил до значения 12841. На текущий момент мы видим снижение в область уровня поддержки, то есть по индексу DAX видим движение все также в боковике. Вообще довольно-таки много раз мы это видели по индексу DAX последний год и на текущий момент тенденция также повторяется. Поэтому сейчас вполне вероятно движение в область 12673 с последующим движением обратно в область сопротивления. По золоту мы видим продолжение восходящей тенденции. Сегодня с утра уже обновили максимум вчерашней торговой сессии, доходили до отметки 1244 доллара за тройскую унцию. На текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем отметить в области 1229 долларов за тройскую унцию. Это область минимумов, которые были зафиксированы вчера на открытие рынка и также во второй половине понедельника. Нефть марки Brent продолжает также свое восходящее движение на текущий момент. Ближайший коррекционный уровень находится в области 50.07. Это минимум прошлой недели, минимум пятницы. Пока торгуемся выше данного значения, основная тенденция по нефти, по нефти марки Brent остается на укрепление. Ну и индекс доллара вчера ушел ниже целевой отметки 98.39 и на текущий момент мы видим продолжение нисходящего движения, нисходящего импульса по индексу доллара в том числе. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Ваши вопросы пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и увидимся уже на следующих обзорах. Всем спасибо за внимание и до свидания.